Привет всем любителям ММА. По многочисленным просьбам подписчика с очень очень длинным названием я в этот раз запишу итоговый разбор турнира UFC Vegas 19 Blades против Льюиса. Думаю, что на разбор придут только свои пацаны, поэтому здесь я могу пошалить, не торопиться, разговаривать еще медленнее, чем обычно. Кому надо, тот послушает. Ну разбор делаю, во-первых, выходные дни есть время, во-вторых, не скрою, закрыл турнир в плюс, потому что своими лузами я пока не готов делиться. В-третьих, турнир был, мне кажется, весьма интересный и зрелищный, и по ставкам было все достаточно так, как это сказать. Были варианты, короче, что-то удалось неплохо прочитать, что-то хуже, но в целом, мне кажется, тот подход, который я стараюсь в себе вырабатывать и развивать, он показывает, что все-таки вот, ну, пока не мере, на таких турнирах это больше работает, чем не работает. Вот, ну и можно посмотреть, что же в итоге получилось. В целом, как у меня дела обстоят. Не очень хорошо, с конца декабря я пошел в такое пике, 4 турнира подряд закрыл в минус, причем в минус серьезный, в январе вообще конкретно улетел. Ну, был весьма этим, конечно, огорчен, хотел, честно говоря, вообще все бросать в чертовой матери, потому что такие вещи, они вымораживают, выбивают из колеи. Ну, в общем-то, за февраль я все вернул, практически за первый турнир февраля, который у меня выдался очень удачным, там, практически все лузы отбились. Прошлый турнир я закрыл в символический плюс, можно сказать, в ноль, но этот, как бы, более-менее не фонтан, конечно, ну, в целом, неплохо. Вот справа на Topology вы видите мой выбор, то есть, как я предполагал, как это будет. Это, опять же, как бы, какой-то выбор может быть, в том числе, с оглядкой на коэффициенты. То есть, я смотрю на вероятность исхода, смотрю на коэффициенты, здесь, в общем-то, забиваю, скажем, там, не всегда более вероятное событие, а больше иногда событие, которое, допустим, более выгодно по коэффициенту, как мне кажется. По рассылкам я их разделил сейчас на две части, то есть, я в одну рассылку забиваю ставки по основной линии Pinnacle, а в другую я забиваю ставки, там, только роспись, ну, для того, чтобы на дистанции посмотреть отдельно, что мне приносят ставки по основной линии и что мне приносят ставки по росписи, чтобы это дело не смешивать. На самом деле, у меня несколько рассылок, начало также вести рассылку на одном буржуазном сервисе, сейчас покажу тоже там скрин, потому что на нем, в общем-то, есть свои плюсы, свои минусы. Ну, давайте теперь к турниру. Итак, Спивак против Вандеры. Я рассматривал вариант с ТБшкой и с Вандерой. Я его рассматривал до тех пор, пока не произошли стердауны. Вот, согласно данным топологи, у Спивака 190 см, у Вандеры 193 см. В целом, как бы, думая о Вандере, я предполагал, что он, возможно, будет физически более мощным и сильным бойцом. Исходя из этого, я там, как бы, облизывался на коэффициент 3. Я не знаю, конечно, может быть, Сергей на стердаунах был, например, в кроссовках, а Вандера босой. Я вот этот момент не видел. Но мне просто показалось, что Спивак значительно здоровее. Он, во-первых, был примерно на полголова выше. Во-вторых, в моем понимании, он набрал, не знаю, так, мышечную массу нормально по принципу Саши Волкова. Он, в общем-то, был рыхловат, как мне кажется, все равно. Но это была не та рыхлость, с которой он, допустим, там выходил на первый бой в UFC, когда у него пузо висело. То, что у Вандеры висело пузо, как бы, меня это не смущает. Это у него всегда так. Ну, в общем, грубо говоря, я увидел перед собой такую здоровую раму в виде Спивака. И у меня просто отпало желание ставить на Вандеру. Там по основной линии была ТБшка на 2.5, как бы, на которую я тоже думал до боя, потому что ТБ 1.5 так и не дали. Ну, когда я поглядел на стердауну, честно говоря, я и на ТБ 2.5 за коэффициент что-то там 1.75 решил, что меня это не интересует. На Спивака коэффициент был маленький, поэтому я в таких случаях делаю, что я шалю. Я кинул по 0.1% на Спивак с адмишином и 0.1% на Спивак победит в раунде третьем. Ну, коэффициент был 13.5. Чуть-чуть не доехало, да, секунд 40. Поэтому, в принципе, мысли были в правильном направлении. Спивак победил без вопросов. Собственно говоря, для этого я и смотрю взвешивание, для этого я смотрю стердауны, чтобы корректировать предварительное мнение, которое я на подкастах озвучиваю. Вот этих два молодых человека, сравнительно молодых, Захаби и Родригес. Ну, вот, как бы, с точки зрения коэффициентов, опять же, не очень было понятно, почему Родригес фаворит. Ну, ставку на Захаби особо я опять как бы не видел, потому что, ну, непонятно было совершенно, что из себя представляет Захаби. То есть, математически было интереснее Захаби. Но, вот, как бы, обоснованно на него поставить я не смог, поэтому я опять же решил пошалить. И 0.2% поставил на Захаби решением. Результат вы знаете, нокаут в первом раунде от Захаби. В общем-то, неожиданный, потому что Родригес, в общем-то, боец-то неплохой. До этого он был там финиширован только единожды в четвертом раунде. Тони Гравели. Захаби последние бои показывал свои достаточно невзрачные в UFC. И, как бы, какого-то скорого финиша от него, конечно, спрогнозировать было, наверное, на мой взгляд, невозможно. Но, если кто-то это сделал, то молодцы. Я вот кинул небольшую косточку в сторону Захаби, но косточка у меня не зашла. В целом, конечно, по Захаби, честно говоря, не стало понятнее, что происходит с ним. По Родригесу тоже пока ничего не понятно, потому что бой весьма скоротечный. Кейси Анил против Шан и Добсон. Так. Переходим к основным ставкам. Я ставил на Шану Добсон. И вот здесь ставил. Здесь вот я накосячил. Немножко подвел своих клиентов. Потому что здесь у меня, на самом деле, была ставка на Total меньше. Это вот американский сервис, где я тоже сейчас начал заносить ставки. И здесь, ну вот, судя по коэффициенту, вы увидите, что это, на самом деле, была ставка на Total меньше. Но я просто ткнул. Там вот события выбираешь и сам заносишь коэффициент. То есть, коэффициент я занес правильно, но события я занес неправильно. Как бы это повлияло на итоговый результат. Здесь, на самом деле, результат должен быть гораздо лучше. Примерно процента на 4. Ну, как бы, неважно. Это уже моя личная вина. То есть, здесь у меня было две ставки на Шану Добсон и на Total меньше 2,5. На бетоне, кстати говоря, я там продолжаю вести рассылку. Я там правильно забил. Значит, что могу сказать. Ну, Шану Добсон как не умела бороться, так, к сожалению, и не умеет. Ну, что показало, что, в общем-то, в партере, наверное, я, может быть, ее несколько недооценил. Так, в общем-то, достаточно цепко провела бой. Ну, я считаю, что все равно в этом бою, не считая, что она должна была быть фаворитом, я буду в последующем все равно искать ставки против нее. Я считаю, что она сырая, что защита в стойке у нее плохая. Ну, буду иметь теперь в виду, что она, в принципе, вот с такими девушками, у которых плохой тэкдаун диффенс, плохой партер, она, в общем-то, довольно-таки опасна. Ну, ладно, победила, победила. То есть, соответственно, у меня ставка на Шану Добсон не зашла. Ставка на Total меньше. Ну, скажем так, зашла бы. Пусть будем считать, что она там тоже не зашла, условно. Так, Эйроса против Лендвера. В общем-то, у меня до взвешивания, как бы, вариантов поставок поставкам не было. Я немножко склонялся к Лендверу. Опять же, посмотрев на стэрдаун и какие я сделал выводы. Ну, я сделал выводы, что Эйроса, возможно, тяжеловато согнал вес, как мне показалось. У него были такие уставшие глаза, довольно-таки. Лендвер вышел на взвешивание самым последним и в самом-самом конце. Это тоже не очень хороший знак, который говорит о том, что боец, ну, использовал до конца вот это все время, значит, он прям до упора сидел и сгонял вес. Вот, это тоже не очень хорошо. Это не то, что прям какой-то прям такой вот, не знаю, флажок, да, что все, он там последний вышел, сгонял вес, значит, все, он там проиграет. Конечно, такого нету, но просто по совокупности там произошло следующее. Что там у нас было с коэффициентами, когда я это дело рассматривал. На Лендвера было 2, а на Эйросу 1.87. А в конце на Эйросу было, если я не ошибаюсь, 2.1, по-моему. За сколько я его забрал? Эйроса 2.1, да. То есть вот здесь как бы все вот шаг за шагом. То есть, во-первых, я говорю, что Эйроса, на мой взгляд, все-таки опытнее, он габаритнее, с весогонкой как бы у обоих не очень понятно, что. Ну, как бы, по моему мнению, у Лендвера был, ну, такой чуть более значимый минус. Ну и коэффициент. То есть, если там, скажем, Эйроса в качестве фаворита был мне неинтересен, но в качестве небольшого андердога, в общем-то, я решил его взять. Кстати говоря, не сказал, но еще я кидал по росписи на Добсон 0.2% на победу ее нокаутом. И, соответственно, ставку на Эйросу я разделил на две части. 1% на Эйросу просто и 0.5% на Эйросу решением. Где она? Вот она. Ну, я все-таки считал, что достаточно вероятно, что они докатают до решения. По крайней мере, я не ждал, честно скажу, финиша от Эйросы, потому что все-таки ландер в моем понимании крепкий. Был, наверное, не знаю. Или у меня неправильное понимание просто Лендвера, потому что он уже за третий бой ловит второе колено в челюсть. То есть, защитой какая-то беда. И, ну, вообще, Лендвер теперь для меня, ну, не то чтобы в черном списке, но, как бы, то есть, из двух боев он, из трех боев, вернее, можно сказать, по всем трем боям к нему вопросы. Причем в двух боях он был нокаутиром в первом раунде. Но это вообще куда годится. Это какой-то, конечно, ужас. Поэтому, в общем-то, неплохо, конечно, что я забрал Эросу. Плохо, что я здесь полез в роспись. Ну, я же не могу знать всего наперед. Джон Кастанеда против Эдди Вайленда. Я все-таки давал шансы Вайленду. И когда коэффициент на него подрос, я на Вайленда, в общем-то, поставил. Что я на него поставил? Стал он 2.08. Поставил я полтора процента на Вайленда. И, опять же, у Кастанеды Неды крепкая голова, поэтому еще полпроцента я кинул на Вайленда решением. В принципе, Эдди, в общем-то, первый раунд проводил неплохо и забирал его. Но, но, все-таки он подпробился. Это, наверное, все-таки... Ну, не знаю, я лично это не прочитал. Как бы, наверное, я считаю, что это и прочитать было невозможно. Поскольку нокаут от Шона Амели это для меня ничего не значит. А вот то, что он так... Ноги у него поехали, когда он получил плюху от Кастанеды, это говорит о том, что он все-таки не держит удар. В сочетании с его плохой защитой и низкоопущенными руками, это прямо ой-ой-ой. То есть, уж либо ты не держишь удар, либо ты держишь руки высоко, и все такое прочее, как делают это некоторые бойцы, о которых поговорим позже. Ну, здесь как бы вот, кто ставил на Кастанеду, на Молодого, ну, что... Была у меня такая тоже мысль, может быть, мне переменить свое мнение, но решил я в общем целом, после стратдаунов на этом турнире, я больше решил ставить на габариты и на опыт. Поставил на Вайленда, ставка не зашла. Гордон против Чавеса. Ну, давайте немножко развлечемся и прочитаем комментарии человека, который в первый раз смотрит этот канал и, надеюсь, смотрел его в последний. Неуважаемый мной Саша Газырян, который пишет. Аналитик из тебя... Трейд очи. Гордон, боец с первого раунда, трам-трам-трам, что он сделает Чавесу? Ничего, в стойке проиграет, в партии отдаст все силы, Чавес победит 100%, либо нокаутом, либо решением. Давайте что-нибудь напишем Саше Газыряну. Что мы ему напишем? Что-нибудь не очень обидное, вот такое вот... Вот так вот. Вот так вот. На тебе, Саша. Надеюсь, ты больше не будешь смотреть мой канал. В общем, я к чему? Опять же, неважно, кто победил. Хотя, конечно, если бы победил Чавес, то я бы был аналитик ППЦ, Саша Газырян был бы молодец и так далее и тому подобное. Я просто знаю, что, ну, все вот, кого я знаю, вообще сидели на Чавесе в этот турнир. Ну, прям очень многие. Чавес, Чавес, Чавес. Ну, я говорил, что я уже там написал себе какие-то правила, да, которые я так или иначе исполняю в какой-то степени. Ну, вот по Чавесу было правило не поддаваться очарованию последнего боя, который он провел неплохо, в общем-то. Страшновато было на Гордон ставить, но опять же, что там у меня было, какие были коэффициенты? По-моему, на Гордон немножко вырос. Гордон был 2.16, забрал я, ну, там примерно за столько же. За сколько? А, не за сколько. Я не стал ставить на Гордон, я поставил полпроцента. На Гордона решением. Ну, по-моему, там до 2.2, 2.25 выросло, что-то такое. То есть, вот здесь вот я еще тоже допустил ошибку, забил Чавеса решением, но я потом себе просто сделал возврат по этой ставке, потому что я имел в виду Гордона. Гордона я забирал решением за 2.8, полпроцента. Ставка зашла. И еще раз просто скажу, что мой канал не про то, кто победит. Не про то, кто победит 100%, не про ЖБ, ничего такого здесь нет. Саша Газарян, иди отсюда. И не надо мне писать всякую ерунду. Меня это, в принципе, не задевает. Мне, в принципе, все равно. Естественно, Чавес мог бы выиграть. Я даже давал ему больше 50% шансов, но совсем чуть-чуть. Но при этом мне казалось, что все-таки у Гордона есть шансы, особенно после взвешивания. Гордон, опять же, во-первых, опытнее. Во-вторых, Гордон крупнее. В-третьих, Гордон читер. Он провалил вес. Провалил его ровно на 5 фунтов. Он не вписался в весовую категорию, при этом на взвешивании выглядел хорошо. Он считерил, он не стал гонять до конца. Вес не стал напрягаться. Это, конечно, с его стороны свинство, но мне какая разница. Такие ситуации можно пытаться использовать. Поэтому я, в общем-то, немножко совершенно кинул на Гордона. Может быть, конечно, надо было и по основной линии на него поставить. Но не поставил, не поставил. По Чавесу я говорил, что, в общем-то, у него-то с кардио тоже непонятно что. И, как мне показалось, он, в общем-то, по кардио опять и просел. А Гордон как раз не просел. Он экономно расходовал свои силы. И, в принципе, 3 раунда более-менее отработал. И, в отличие от Эдди Вайнленда, пусть он и пробитый, но он держит руки высоко. Он себя нормально защищает. Там он вскрыл кое-какие еще моменты у Дэни Чавеса, как мне кажется, о которых можно потом поговорить. Поэтому вот такой был сделан мой вывод. И вывод этот получился. Аспинал против Орловского. Я, в общем-то, говорил, что на Орловского я не куплюсь. Поэтому я забрал победу Аспинала по росписи. И помня, что Том Аспинал, черный пояс по бразильскому джиу-джитсу, и вообще у него джиу-джитсу одна из основных, скажем так, наук, с которой он начинался совместно с боксом. Просто мы этого джиу-джитсу еще не видели. Я на всякий случай решил не рисковать и забрал просто досрочную победу Аспинала. Хотя, конечно же, напрашивалась ставка ТКО. Но я ограничился ставкой просто Аспинал. Inside the distance. 1% я кинул. 1.75. Не такой, конечно, большой коэффициент. Но мне казалось, что должен Том ушатать Андрея. В общем-то, это и получилось. Такое довольно-таки доминирующее выступление. За исключением там парочки пропущенных ударов. В общем-то, все сложилось удачно. Не совсем не в конятое. Был, конечно, клинч, в котором Аспинал стоял с Орловским долгое время. Но в целом, что сказать, хорошее выступление. Орловского молодые проспекты давно уже не переезжали. Но Тому Аспиналу это удалось. Вишенка на торте. Хоус против Эмавова. Ну, вот опять, да. Фил Хоус победит в первом раунде. Или он сдохнет. И все. И Эмавов, и Мавов, и Мавов. В общем-то, я сыграл этот манчап. Во-первых, как я хотел. Именно, грубо говоря, по своему желанию. Во-вторых, я играл немножко отталкиваясь от Эмавова. И этот бой, в общем-то, неплохо мне принес. Хотя, конечно же, все было валидольно. И вот, допустим, делая ставку на Фила Хоуса. Буду ли я делать ставку на Хоуса еще раз? Я думаю, нет. Вот теперь, после трех раундов, мы можем точно сказать, что из себя представляет Фил Хоус. Что кардио у него действительно не очень хорошее. Но все-таки не однораундовое. А хотя бы двух. Ну и по Имау, в общем-то, видно было, как по мне, по прошлому бою, что он боец сырой. Сырой достаточно. Хотя перспективный. Там есть и навыки, есть и габариты, и хороший кемп есть. То есть, он, наверное, может быть, о себе еще заявит. Но мне просто казалось, что в этом бою братья в этом плюс-минус равному коэффициенту не совсем правильно. Хотя у него были возможности для победы, безусловно. Но он ими не воспользовался, к счастью для меня. Итак, я забирал тотал больше полутора за 1.85. Просадили там ставку. Она была за 1.9, 1.95. Ну, ладно. Ну, в общем, почему такая ставка? Потому что Ималов игровик. То есть, я считал, что навряд ли Хоус его там прямо переедет. А Ималов, вот, навряд ли Хоуса быстро финиширует. Я не считал, что Хоус прям очень быстро устанет. Ну, в принципе, это дело зашло. Еще одна ставка. Это Фил Хоус. Полтора процента. И, действительно, вишенка на торте. Ставка, которой прям горжусь. Можно сказать, нечитаемая, конечно, ставка. При этом она идет за коэффициент 7.25. Ну, всего лишь 0.2 процента. Потому что под такие коэффициенты я ставлю там 0.1, 0.2, не больше. Это Фил Хоус победит решением судей. Ставка 0.2 принесла плюс 1.25. Да, конечно, могло быть по-другому. У Ималов была куча возможностей для финишей. Но, как бы, после того, как полтора раунда они оттанцевали, а я в этом был, в общем-то, достаточно высоко уверен. По сути, я там уже мало чем рисковал. Ну, там максимум, может быть, полпроцента на этом бое бы потерял. Так что все сложилось для меня здесь удачно. Ну, это, в принципе, нормально. Где-то же сложилось для меня неудачно. Значит, где-то должно было и повезти. Можно сказать, пусть будет здесь мне повезло. Да, указ против Олейника. Мне здесь не повезло. Вот у меня есть ставка на Хоуса выигрышная, о которой я жалею. Есть ставка на Олейника проигрышная, о которой я не жалею. Я считаю, что у Олейника были шансы. Когда на него вырос коэффициент до 2,7, я на него кинул полтора. И еще 0,5 кинул на Олейника досрочно. То есть до 2% я себе позволил риск на Алексея Олейника. В следующий раз, когда он будет драться с очередным кризисом Даукасом, я посмотрю и вполне возможно себе еще раз позволю этот риск. Даукас, я надеюсь, теперь станет переоцененным бойцом. И я буду ждать, когда можно будет поставить против него. Потому что, ну, все-таки у него 3 победы в первом раунде. И, допустим, если сравнить его, ну, к примеру, со спиналом, то для меня спинал выглядит гораздо более уверенно. По Даукасу, ну, давайте посмотрим его на дистанции опять же. Здоровья дяди Леши. Я надеюсь, он еще тряхнет стриной хотя бы разочек. Бой, вот на который я особо побоялся ставить. Как бы в подкасте немножко говорил про Минера. Ну, понятно, что Минер это большой риск. Иногда бывает, что стердауны меня путают. Произошло это и в этот раз. Мне показалось, что Росса крупнее. Мне показалось, что Росса гораздо более уверен в себе. Поэтому я просто решил не ставить на Майнера, на Минера. Хотя у меня были идеи Минер. У меня была идея Total больше двух с половиной. И была даже идея Минер решением. Блин. Но поскольку я на самом деле сделал уже весьма много ставок, я просто решил ставки на этот бой практически не делать. Потому что, ну вот, хотя направление мыслей было прям офигенное. Ну, ладно. Я, короче, решил, что если выйдет старый добрый Дерек Минер, то Чарльз Росса его победит во втором раунде. И поэтому поставил 0-1 на победу Чарльзе Россы. Потому что, в принципе, на Россу я ставить не собирался. Несмотря на то, что он мне больше понравился на стердаунах. Он не стоил своего коэффициента. Но, что ж. В общем-то, как я и говорил. Какой я молодец был, да? Защита от тейкдаунов у него ни о чем. И Минер, хотя он в хлам сдох. В общем-то, надо отдать должное, опять же, его тренеру. Который его немножко подкорректировал. Он уже сумел как-то три раунда дожить. Было видно, что он в третьем раунде уже смертельно устал. Но Росса просто, конечно, даже я был о нем невысокого мнения. Но после этого боя я прям жалею, что я на Минера не поставил. Потому что Росса выступил примерно так, как я думал. Но я все-таки так побавился, что он в партере что-нибудь Минеру сделать. Но как-то вот даже и попытки были. Но так вот там близко-то даже и не было. Поэтому это бой упущенных возможностей для меня. Минер как бы, ну, я не могу сказать, что у меня у него сильно выросло мнение. И я думаю, что еще будут обязательно моменты, когда он сдохнет во втором раунде. Или еще что-нибудь там натворит. Но в этом бою как бы он сделал все правильно. Можно его похвалить. Но будет все зависеть, конечно, от его позиции. Я не думаю, что он в UFC будет хватать звезды с неба. Но ему нужны деньги, между прочим, да. Куницкая против Вьеры. Мне нужен был триггер. Мне нужен был поджопник, чтобы поставить на Куницкую. Я об этом думал изначально. Я в подкасте об этом особо не говорил. Но мне было, конечно, страшно. Конечно, можно опять же оспорить там решение. Сказать, что это буллшит. Наверное, те, кто ставил на Вьеру, так и думают. Я ставил на Куницкую. Думаю ли я, что это буллшит. Но у меня было ощущение вот после окончания боя, что все-таки справедливее будет отдать бой Куницкой. Потому что, да, у Вьеры контроль. Штуки три попытки сабмишинов. Но если я не ошибаюсь, по значимым ударам. Что-то там показывали статистику. 176 на 15, что ли. То есть, ну вообще ничего она не сделала. Да, конечно, второй раунд забрала без вопросов. Но, в общем-то, и первый, и третий можно было бы отдать Куницкой, как мне кажется. Хотя в первом, опять же, Вьера ее борол. Но это была такая борьба, ну, под просто колимый контроль. Куницкая, в общем-то, молодец. За исключением того, что она на пять недостаточно защищалась от борьбы. Хотя, а что я говорю-то второй раунд за Куницкой. Что-то какую-то ерунду несу. Наоборот же второй раунд она ее переборола. Ой, попутал раунды. В общем, ну, Куницкая выступила, в принципе, конечно, неплохо. Могла бы она вот, ну, по крайней мере, в третьем раунде уставшую Вьеру в борьбу не пустить. И тогда все было бы более прозрачно, более четко. Хотя, опять же, Вьера сидела у нее в третьем раунде за спиной. А Куницкая, ну, там, натыкивала пусть. Но натыкивала эти удары. И я не знаю, если вот сравнить там три попытки сабмишенов. Сабмишенов, там, шесть минут контроля против 150 тычков и одного хорошего локтя. Но я все-таки бы отдал предпочтение Куницкой. В любом случае, я примерно такого выступления ожидал. И забирать Вьеру за 1,3. Ну, я был против таких вещей. Кто забирал, тот забирал. У того, своя голова на плечах. В Куницкой я был после взвешивания, в общем-то, прилично так уверен. Опять же, почему? Потому что Вьера не сделала вес. И Вьера выглядела не очень. А Куницкая выглядела достаточно неплохо. Собственно говоря, это и было триггером для того, чтобы я нажал Enter напротив Куницкой. Было страшно. Ну, в общем-то, я учусь преодолевать свой страх в таких ситуациях. Хороший андердог. Это неплохой боец за хороший коэффициент. Вот вам Куницкая. Куницкая 2%. Куницкая решением 0,5% за 3,85. И еще кидал такую закидуху. Куницкая в раунде 3, 0,1% за коэффициент 34. Что я считал, что Вьера может сдохнуть. В общем-то, она и сдохла. Ну, до финиша там, конечно, было далеко. Хотя, вот, если бы Яна бы этот локоть за минуту до того кинула, как она на самом деле его кинула, то, может быть, она бы ее и финишировала. Ну, это неинтересно. В общем, ставка зашла. Я доволен. И Льюис против Блейдса. Ой, ну, опять бой упущенных возможностей. Я, конечно, не рискнул, к сожалению, поставить на Льюиса. Но, что я могу сказать. Он, конечно, фартовый мужик. Он вот не нокаутировал Благова. Не нокаутировал Латифи. И, в общем-то, там и близко не был. Но Блейдса, который вроде и боец более высокого уровня. И, ну, не знаю, у меня было нормальное, как бы, мнение его файта IQ. Ну, что-то как-то после этого боя, я не знаю. А вот он, я считал, что все-таки Льюис может только сам себе, этот Блейдс может сам себе занести поражение. Но вот он себе сам его и занес. Так, нарваться на апперкот, которым Льюис явно заряжался в первом раунде, ну, я не знаю. Работал бы дальше спокойно в стойке и разбивал бы ему ногу. У него даже в стойке получалось. Зачем было так открыто лезть? Это просто, конечно, какая-то глупость. К сожалению, все-таки сделал ставку на этот бой. То, что раунд 3 начнется, да. От 1% по росписи я считал, что. Ну, Льюис, в общем-то, будет вести такой осторожный бой. Не будет лезть на рожон, будет работать аккуратно. И потихоньку, вернее, не Льюис, почему я с этим говорю, Льюис. Блейдс будет вести осторожный бой, чтобы не лезть на рожон. И там потихонечку Льюиса там стаскивать вниз, там его подрабатывать. Я, в общем-то, ждал здесь финиша, но где-то, может быть, в третьем-четвертом раунде. Ну, честно говоря, не от Льюиса. Но получилось так, как получилось. В целом, в общем-то, как вы видите, чем я занимаюсь? То есть я занимаюсь тем, что вот делаю ставки там за коэффициент, ну, в среднем там чуть выше двушки, да. Да, из трех ставок три не зашли. Ну, три-то других зашли. Поэтому вот такие вот турниры, конечно, бывают, где весьма неплохо заходят андердоги. К сожалению, не всех мне удается прочитать. Но, тем не менее, если немножко подумать, то чего-то получается. Итого, вот я здесь наскреб 0,1% по росписи, 2%, ну, а на самом деле на бетоне там, по-моему, плюс 6,7% по турниру. Так что турнир удачный. Я доволен в целом. Но нет предела совершенству. Надо, конечно, еще глубже в это дело вгрызаться. Так что приходите завтра на подкаст. Будем разбирать следующий турнир. Будем думать. Всем удачи, всем спасибо за внимание.